Восьмикратно приветствующих мыслящих, с вами Александр Шадов, восьминога бесконечности. Да. Пам-пам-пам. В общем, здравствуйте. У меня для вас очередные плохие новости, связанные с поэзией. Юра, мы всё потеряли. В общем, Юра, всё очень плохо. Юра, всё отвратительно. Конечно, петербуржцы стали победителем мигрантового конкурса форума Таврида. Ну, Таврида это конкурс в Крыму, политически ориентированный. Уже очень стрёмно победить на нём, если честно. Это уже минус для любого победителя. Ну, в общем-то, давайте узнаем, кто победил, кто нас больше интересует. Это Стефания Данилова, конечно. Да-да, Стефания Данилова. Та самая поэтесса, которая рекомендует начинающим поэтам не рифмовать на однокоренные, но при этом в её стихотворениях постоянно встречаются однокоренные рифмы. Потому что она не может отличить однокоренное слово от другого однокоренного с ним слова. Потрясающе. Замечательно. Просто потрясающе. Вот она выиграла. Сколько она рублей выиграла? Давайте-ка посмотрим. Ух ты! Почти миллион рублей выиграла. Почти миллион рублей. Представляете, на Тавриде. А в каких условиях она выиграла? Всего в рамках творческой резиденции Таврида Лид на грантовый конкурс подали всего-то 33 заявки. А из них победили 13 человек. 13 из 33. Ну, в общем, победить было не очень сложно, как вы понимаете. А суммарный выигрыш, ну, распилили они между собой 10 миллионов рублей. 10 миллионов рублей распилили. И Стефане Даниловой досталось достаточно много, как вы видите. Так вот. А зачем же ей эти деньги? Ну, на что ей дали эти деньги? Что это за грант такой? Она хочет организовать вот такую ерунду, которая называется «Всероссийский поэтический акселератор в профессии». То есть, это социальный лифт, как написано, для поэтов, новичков и организаторов поэтических проектов, вовлекающих их в передовые практики для выстраивания индивидуальных траекторий развития. Ну, проблема начинается уже с того, что Стефаня Данилова, который сама пишет как поэт-новичок и даже хуже того, как человек, который никогда в жизни не пытался писать стихи, в общем-то. Человек, который пишет отвратительно, совершенно отвратительно, и которому не о чем писать, будет отбирать поэтов-новичков, которые заслуживают продвижения. А также будет отбирать организаторов поэтических проектов, которые заслуживают продвижения. Я сам участвовал в организации огромного количества, в общем-то, проектов поэтических и не только поэтических. Но в итоге нас, да, никто, вот нам социальные лифты никто не давал. И вот проекты того рода, которые вот были, они все остались на дне. Ну вот, некоторым людям, которые будут подлизываться к вот этой вот бездарной особе, к Стефани Даниловой, у них появится шанс, у них появится шанс на подъем, социальный лифт им дадут. Да, еще и акселераторов профессии. У Стефани Даниловой появилась новая навязчивая идея. Сделать поэзию профессией. Да, потрясающе. Потрясающе, когда абсолютно бездарные люди, которые не умеют писать стихи, которые вообще ничего не понимают в поэзии, которые пишут поверхностно, глупо и с примитивнейшими ошибками в текстах, что, ну, вы могли сами раньше заметить. Можно разобрать какой-нибудь конкретный стих Даниловой и найти там кучу ошибок, кучу ошибок разного рода, от стилистики до рифмы и так далее, и так далее, и так далее. Ну, то есть, и это еще с учетом, что она не является умным интеллектуальным автором, который писал бы о чем-то серьезном. Все ее стихотворения определенно глупые и подростковые. Так вот, вот она, она, великая Стефания Данилова, будет отбирать поэтов. Замечательно, замечательно. И ничего хуже для поэзии быть просто не может. Да, вы можете сказать, ну, это же, это же, это же продвижение поэтов-довичков, это организаторы, организация поэтических проектов и их поддержка, это же так круто, это так хорошо. На самом деле, нет, нет, и так очень много проектов поэтических, и они все очень низкого качества. Нужно делать хорошие поэтические проекты, качественные, с хорошей проработанной системой организации. Такой системы организации никогда не было в конкурсах Стефании Даниловой, например, и на фестивале Стефании Даниловой. Она не может отличить хороший проект от плохого, потому что она делает очень плохие и некачественные проекты. Возьмем ее Всемирный день поэзии. Организация там просто отвратительная. Она собрала колоссальное количество судей и все судилось в один этап. То есть 30 человек судили людей в один этап. Но как вы спросите, они их судили? Как же 30 почтенных, почтенных поэтов, актеров и прочих людей, которые с поэзией обычно тоже не связаны, прочие вот специальности, вот эти вот люди, как они оценили? Да никак. На самом деле большую часть Стефани прочитала 2-3 человека. 3 человека. Достаточно было получить 3-0 от, в общем-то, трех персонажей, соответственно, чтобы вылететь с ее конкурса. Потрясающая организация. Спасибо. Спасибо Стефанию Данилову за такие конкурсы. Лучше не устраивай их никогда в жизни, потому что они отвратительны. И много жалоб было. Но все жалобы, как бы, что Данилова нам сказала, да эти жалобы. До свидания. Я делаю хорошее дело, а вы валите отсюда. И в итоге, как обычно, в списке топ-100 прошла половина друзей Стефани Даниловой. На всех фестивалях, понимаете? Потому что все ее друзья это самые талантливые поэты. Да, и никакой случай. Да, больше нет нигде талантливых поэтов, кроме как в друзьях у Даниловой. Все вот ее приятели, все люди, которым она ходит на днюхе, те, которые к ней на днюху ходят, ее поздравляют, те, которые с ней общаются. Вот самые талантливые поэты. И больше в России талантливых поэтов, по ее мнению и по мнению ее конкурсов, нет. Вот такие люди нам и нужны, да, для продвижения поэзии, для акселераторов профессии. Именно такие люди, да, нам и нужны, чтобы продвигать поэтов-новичков и какие-то организовывать поэтические проекты. Да, именно такие, конечно. Ну, в общем-то, я считаю, что таким образом мы закапываем поэзию еще глубже. Она становится обычным попсовым подростковым мусором для умственно отсталых персонажей. И это печально. Так вот, ну, все это портит поэзию и не дает людям, которые этого заслуживают, как раз тех самых социальных лифтов. От отупления общей массы людей, интересующихся поэзией, страдает сама поэзия. Восьмикратно с вами прощаюсь и желаю смерти современной поэзии, но не современным поэтам. Современные поэты пусть идут на работу и зарабатывают нормальные деньги, не устраивают тупые лекции, какие-то вебинары, семинары, не раскидывают картами Таро своими. Пусть зарабатывают деньги нормально и живут здорово припевающе, но не портят поэзию своим отрицательным абсолютно влиянием. Ну, все. Или не все. Может, я сейчас еще продолжу свою разговор. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok